всем приветики в общем вот мой компьютер и здесь у него стоит вентилятор вот здесь и в общем он затрещал и сейчас я вам покажу кстати красиво так смотрится с такой голубенький сейчас вам покажу как его починить чтобы он не трещал кстати ком надо будет скоро почистить это он есть грязный тоже покажу как это все чистить ну как я чищу вот общем берем вот он так стоит переворачиваем есть просто видно что с этой стороны она гладенькая ничего не сделаешь и дырочки для проветривания видимо а здесь наклейка алик аэрокул снимаем ее видим здесь плата и посередине платы какая-то вот штучка резиновая и и бывает пластмассовая выковыриваем и видно сам вот этот вот вентилятор и кольцо видно такая черточка посередине это как бы стопорное кольцо его надо снять сейчас я достану отвертку и мы его с ними вот в общем 5 отверточку такую как бы креста минусовую и это кольцо просто поддеваете это колечко и снимаете надо одной рукой это сделать сложно в общем суть такая что это кольцо надо снять то есть в этой . поддеваете аккуратненько снимаете что не получая надо как-то это из ловчиться одной рукой тяжело так поэтому я не знаю нужно паузу поставить и снять на просто сути сна это колечко вот она видно же что на тот казалось это там зашла какой видите она туда зашла и надо просто поддеть чтобы она ну в общем сковырнуть чтобы она вылезла блин общем сути вы поняли да я поставлю на паузу то что так тяжело а с паузой так вообще как-то за секунду как-то я так и сбоку просто поддел и там как дыречка я хотел сбоку поднял она вот начало подниматься и все уже улетела на клавиатуру вот в общем это стопорное колечко его снимаем то уже не теперь по идее нужно искать резиночка обычно таких нету и теперь по идее эта штука нужно высунуться сама клетчатка должна сняться там еще какой-то резиновое колечко красненькое не знаю обычного нету там там даже не одно колечко красненькое колечко потом идет черненькое колечко какой-то не знаю зачем так много раньше я помню разбирал там еще одно колечко было здесь аж целых три штуки но теперь по идее видите она уходит теперь и она идет немножко туговато потому что магнитована крыльчатка она снимается и в итоге вот мы снимаем крыльчатку вот он такая крыльчатка то есть с той стороны видно тоже это отпустим стоит он уже грязненный надо все чистить со стороны видно тоже он колечко красненькое это это понимаем у магнит отвертка магнитится а нас здесь вот катушка для магнита видимо да здесь там магнит а а здесь вот просто железяки получается он они железяки обычно не магнитные мне железяки и на них обмотка и видимо затрещала потому что смазки нет поэтому мы сейчас проложим туда смазку так вот выглядит вентилятор просто на железяках как бы он они на железяках катушки я не знаю наверно не фокусе почему-то потому что сзади сзади из фона если его убрать то наверно сфокусируется на этой штуке в общем на железяках это все железяки а на них катушки и сейчас включается 1 ну то есть они по включаются и создаются как бы вращательный момент то есть включится где-нибудь здесь начинает магнититься сюда выключиться здесь она полетела и так и человеческое включается это крема по кругу и она крутится и видимо затрещала потому что вот это вот смазка и дверь и нажимал блестит такое и и уже стала стала маловато этой смазки то есть со временем нужно сколько лет работает лет пять за пять лет на это смазка вся паповой ну выкрутилась и надо нанести новую поэтому сейчас мы вот сюда нанесем маслица побольше и туда тоже нанесем маслица в общем вот у меня и шприц маслом мы сейчас так аккуратненько сюда вот капельку на на эту дубочку намажем все она уже стала мокрая как бы уже видно что она все такая уже блестящая 100 хотя не ровни вам то наверно не видно в общем масло там теперь есть и теперь мы одеваем обратно туда туда вставляем чтобы она немножко немножко ну и теперь теперь надо немножко прогнать я думаю да чтобы это масло там немножко туда сюда вот такой подергать чтобы она там немножко разошлось это масло подвигать чтобы там потому что и там еще этот кружок тоже внутри мешала чтобы он смазался но все равно скорее всего плюс еще деформация же идет еще ну то есть ну смысле со временем и железяка это все изнашивается тоже она уже чувствуется вот тянешь вниз монтонер на не видно тянешь вниз и она начинает как бы уже чувствуется что начинает царапать стенки наверно не должна сейчас так подергаю немножко она тогда вы туда-сюда чтобы масло разбежалась по стенкам чтобы все было такое скользко так вот туда-сюда чтобы чтобы она там все было вот просто как смазали прокрутить пару раз по движению пану по как раз как он должна курситься но в эту сторону должна крутиться я так сюда толкаю хотя кажется что он туда как крутится вот и мы так клуба я на пошло и еще он все теперь можно считать смазали обратно можно поставить теперь туда все эти кольца ну в том же порядке сначала черная красная и закрыть то есть мы сначала оставим где-то моя отверточка меня сначала ставим черно как она стояла туда ставим черное хотя нас такое там вообще мне кажется много масла туда закинул ну ладно пускай лучше будет побольше чем поменьше не так будет изнашиваться так это черная туда вставляю обратно хотя тут тут лучше было бы две отверточки или как-то так или лучше сейчас повернула демо на потому что в общем сначала черная делая все он черное уже там затем красная красная это резиновая кстати резинка такая знающего черная как будто бы железно что она как будто бы такой железная потом за такое красная резиновая и потом идет белая пластмассовая но с такой как бы прорезью что можно было его снимать и обратно одевать вставляем хотя мне кажется не той стороной встал как будто бы при приплюснутая такой да она была вот так по моему если я не ошибаюсь хотя разницы наверное нету но все же так вот так она была сейчас как как бы ты вот родить тоже знак вопроса так а вот пальцем трех толкнул она залезла ты век и теперь последняя беленькая ставим беленькая и беленькая как раз стопорно не будет давать выскочить из этой штуки так как мы ее можем войск вытянуть сейчас а вот именно белая она как будто бы стопорит и не даст выскочить обратно то есть кольцу не хотят и как он называет крыльчатки ну я не знаю как я сейчас поставлен в общем сейчас войну еще улетела так пауза ну все это за получается одно отвертку ставим на одну сторону сверху а другую на вторую сторону и даем аккуратненько но одевается но у меня сейчас начало на страну и одну страну наделся не она наделась то вторую придавила она тоже отделась все теперь она уже водаешь она уже не уходит стопорное кольцо держит можно уже ставить на место но но это не все еще и светодиоды 4 светодиода то есть получается вот раз она лампочкой на видно там не видно два лампочка он 3 и вон 4 и получается они светятся но дело в том что она стоит вот здесь во первых сбоку вот так она стоит сбоку первых он так стоит сбоку то я сижу заказано за монитором и во первых не вижу потому что сюда смотрю она сбоку стоит во вторых помимо то что он так стоит она еще накрыта крышкой вот этой вот черной крышкой то есть вот так вообще не видно что он там светится во первых она тут она стоит тут закрыта черной черной крышкой еще я смотрю вот так то есть я вообще не вижу там светится но если видно то еле-еле то есть по сути а эти светодиоды зря горят то есть я их все равно не вижу то есть не только зря тратит энергию моего компьютера поэтому я хочу сейчас отпаять их получается вот эта лампочка стоит и она идет вот она стоит он там видимо приклеена и я хочу просто отпаять ее отсюда 1 2 отпаять что просто сюда энергия не шла и она не светилась на зачем она зря горит взять паянчик так тык тык отпаять все это и убрать в общем как достать лампочку с этой стороны то есть дырочка не видно вот у него дырочка даем отверткой даем и вот она она вылазит что как она вылезла мы протягиваем ну то есть тоже отверточки мы поддеваем все вот она лампочка торчит меня на и на данном всего не видно здесь остается только и отпаять вот эти водопровода и можно во первых убрать во вторых можно и к чему другом припаять вот поэтому сейчас подключу паяльник отпаяю так но пока греется паяльник забыл показать что когда еще поставили это кольцо оставить обратно вот эту штуку резиновой закрываете и все у вас как ни в чем не было вот она как и было сейчас я отпаяют эти штуки и закрою все обратно этой бумажкой наклейкой теперь просто беру натягиваю и просто сейчас попробую тыкнуть она должна отцепиться потому что уже паяльник нагрет и здесь просто все надо просто дотронуться как бы я так думаю один провод есть второй провод о все вот и все вот она лампочка на проводах часы если присоединить по моему к полтора вольта на загорится и все и здесь такие остались две аккуратненькие штучки даже можно поправить немножко главное не перегреть и не закоротить ничего и так также со всеми остальными сейчас я так сделаю в общем достала эти две одну вторую правда здесь вот вызываются трудности потому что здесь особо она просто ну здесь нет трудности достать здесь такие маленькие от эти штучки за которые она держится она не такие маленькие а вот тут они большие и прямо там вот под этим большими штучками еще и вниз крючок это здесь без крючков просто а там еще вниз такой крючок и из-под него надо выковыривать это как бы сложность ну и саму вот эту штуку шум достать на первый раз достаешь надо си о такой ценности надавить тогда она вылазит а так она не особо то и хочет потом просто так вот подковыриваешь и все вот она досталась а дальше дальше просто берешь паяльник натягиваешь паяльник уже тем более нагрет хорошенько и все можно просто натянуть чтобы было большое натяжение и тогда просто легко должно сняться вот один провод 2 еще вам долго не дирать чтобы не перегреть что платы нагреваются так вот это 2 оси сильно нагреть то можно перегреть когда потом все что мы сработать не будет но я не сильно долго держу я прям быстренько это делаю поэтому должно быть нормально вот один провод отпаяли и вторую у нее я с микросхемой оторвал елки-палки надеюсь я там ничего не повредит так я сейчас посмотрю в общем я тут немножко сильно потянул тут я нормально отпаял здесь раз-раз здесь он просто если подержал долго отнял и здесь падежа долго отнял а здесь это же начал тянуть ее здесь вот немножко как то отравал на но целенькая но в смысле маленький кусок припоя а здесь вообще прямо от этого нам реально а здесь прям кусок платы протянулся потом кусок платы болтается он кусочек такой болтается но это не страшно, но все равно оно не надо единственное что, сейчас сложность будет в том, что вот здесь вот это отдельный, как бы кусочек мы его отпаяем, а здесь он с другим проводом спаян и у меня жало большое, я когда буду лезть туда могу отпаять другие провода поэтому надо как-то либо отрезать его, либо аккуратненько как-то, ну я сейчас подумаю, что сделать с этим ну что, в общем отпаял я аккуратненько вот здесь вот отпаял где-то моя отверточка, чтобы показать здесь вот аккуратненько отпаял и здесь вот так тоненько, хопа, аккуратненько в общем все, отпаял, я можно наклейку наклеивать, даже специально взял лупу, чтобы показать тут я вот отпаял две штуки они две отпаянные два проводка тут отпаял два проводка тут отпаял, но дорожку зацепил вон она поднята видно под зеленым такой вот оранжевый, это я оторвал он прямо такое поднято ну и здесь вот эти вот штуки они такие четыре дорожечки но они не соприкасаются, так что все нормально теперь, теперь нужно закрывать с этой штукой закрывать так она уже толком не клеится она в общем-то и не нужна по большому-то счету уже смысл от нее здесь но если приклеится, то конечно же так было бы красиво но я думаю, вряд ли она приклеится все равно потом отвалится она особо уже и не нужна ну и дальше можно вешать а эти светодиодики, которые там были вот они, четыре штуки раз, два три четыре вот они четыре синеньких светодиодика вот они четыре штучки такие вот они четыре светодиодика отпаяны все нормально рабочие тут еще даже на концах оно в таких вот оберточках как бы прикольно вот ну и все а, это специально чтобы они друг с другом не закоротились и потом, мол, вдруг согнутся закоротят тогда сгорят точно, точно да, ну и все в принципе, можно вешать пробовать, как будет работать хотя, в общем, такая штука что эта наклейка уже не клеится вон она уже вообще не держится цепа а здесь, возможно, нужна наклейка чтобы эти контакты не закоротились даже какими-нибудь железяки в компьютере поэтому я взял такую штуку это, ну, которая у меня была в общем когда я покупал для экрана эту, как его называют защитное стекло чтобы пыль удаляться по этой штукой вот но я не удалял у меня она осталась и она клейка я вот сейчас наклеил закрыл основной этот кружок плюс закрыл все эти основные контакты а на эти контакты садится этот как он ну, то есть кружок закрыт который мы доставали плюс 4 контакта основные закрыты а это контакты лампочек ну, их тоже можно закрыть у меня есть тоже вот эти штуки по краям заклеить тоже можно я, наверное, сейчас так и сделаю просто это было очевидно большой такой кружок сюда вешаешь а здесь надо посмотреть как можно это сделать ну, в общем, я вот так наклеил одну хотел сюда приложить и случайно ну, я хотел так вот как-то пристроить ее но она у меня случайно упала и уже не захотела отклеиваться я ее только оставил а вторую я уже так примастил положил и она как раз закрыла 2 эти контакты ну, то есть я хотел эту ровненько положить чтобы она всю эту дырку закрыла зеленую но она случайно у меня упала и приклеилась вот ну, в принципе, она закрывает там он слегка ель-еле там что-то один контактик торчит но до него тоже сложно бы добраться а здесь вот это как раз два контактики я так приметил так прицелился и так, опа и как раз там все контактики закрыл полностью не видно ни отверстия, ничего и здесь полностью закрылся там вот маленькая зеленая гречка ну, тоже нормально ну, вот ну, а сейчас прикручу и можно будет запускать компьютер ну, вот он уже прикручен раз два три четыре кстати он крепко закручился я прямо когда я его откручил прям столько сил вложил видимо, он большой чтобы вибраций не было еще не выкидывается лишний раз наклейки вот у меня были лишние я думал, выкинув не выкинул оставил вот пригодились а со второго кстати, тоже вот есть пригодились ну, еще не пригодились но я оставил пока что не выкидываю ну и можно стартовать посмотреть как она будет ну, вроде и нормально то, что когда я она у меня получается сначала так вот как-то так вот и здесь вот посерединке прижмешь она покрутилась слышно было такое вот прямо вот оттуда слышно было прижмешь посередине оно держишь ну, так легонечко вот так вот пальчиком держишь с ногтиком легонько нажимаешь оно чуть вдавливается и вот это пропадает потом только отпустишь он обратно а сейчас смазал все то есть видимо когда оно туда входит там было не сильно 就是 воскликнуть там где оно крутило получается уже не было масла и там оно начинало царапаться как бы царапаться железяк это было слышно а сейчас это везде полсено и уже не царапается получается там уже крутило масло его не было и оно царапалось а а но и сейчас масло везде есть и не царапается и ну типа вот ну не звука же вообще и так она так красиво крутится прям вообще класс ну вот как видите все прекрасно работает а делов то вообще на минуту просто что я еще отпаивать решил и это заняло много времени а так вообще без проблем вот легко и просто там сколько это минуту-две вот как-то так на этом все всем покеда вам